Я приветствую вас, участники седьмого русского марша! Молодцы! Это седьмой русский марш! Он проходит во всем мире в 60 городах России, на Украине, Молдавии и других городах. Сейчас я хочу, чтобы мы провели перекличку. Я прошу поднять правую руку, сжатую в кулак, тех ветеранов, которые вышли на первый русский марш в 2005 году. Поднимите ваши руки! Молодцы! Молодцы! Давайте поаплодируем тем, кто был на первом русском марше в 2005 году. А теперь пусть поднимут руки те, кто не побоялся прорываться через кордоны ОМОНа. На улице Арбат в 2008 году. Молодцы, парни! Молодцы! Девушка, девушка, парень! А теперь поднимите руки те, кто приехал из других городов, из других стран на русский марш. Молодцы, соратники! Молодцы! Я знаю русских патриотов, которые прилетели из других стран, чтобы быть сегодня здесь, на этой площади. Наша программа на сегодня – короткий энергичный митинг. Каждое слово, сказанное сегодня, войдет в историю России и будет вписано в нее. А сейчас я хочу передать слово человеку, который не побоялся громко заявить на весь мир – «Хватит кормить Кавказ!» Владимир Торн! Соратники! Русские люди! Я хотел сегодня говорить, почему мы обращаемся к Кремлю. Кремль! Слушай наш приказ! Прекрати кормить Кавказ! Прекрати кормить Кавказ! Но есть новость еще более горячая. Сегодня утром должен был на этой сцене выступать Константин Крылов. Он был задержан сегодня сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом и доставил в прокуратуру. Против него возбуждено уголовное дело по статье 282. Разжигание ненависти в социальной группе «Кавказские ханы» и партия жуликов и воров. Увы, него не будет сегодня среди нас. И это одна из причин, по которой мы говорим. Хватит кормить Кавказ! Кавказ стал обходиться нам слишком дорого. Но это не так страшно. Дорого обходится и Сибирь. Но мы готовы помогать своими деньгами Сибири. Почему? Потому что из Сибири к нам не приезжают террористы, чтобы взрывать наши дома. Потому, что на Сибирь не льется золотой дождь. И сибиряки ведут себя прилично во всех районах России. В отличие от «Кавказских ханов», нам необходимо напомнить власти про 300 тысяч русских, которые были убиты, либо изгнаны из своих домов с Кавказа. Как это называется во всем мире? Это называется этническая чистка. Это называется геноцид. То, что произошло на Кавказе, называется словом «русоцид». Оставим ли мы безнаказанным смерть наших братьев? Нет! Будем ли мы поощрять нашими деньгами убийц наших братьев? Нет! Будем ли мы кормить Кавказ? Нет! Хватит кормить Кавказ! Да! Пусть эти деньги придут русским людям. Пусть они пойдут на компенсации тем, кто были повердены русоциду на Кавказе. Да здравствует русская Россия! Россия там, где русские. Нас, русских, в России 80%. Русские живут везде, кроме двух республик. Ингушетия и Чечня. Пора эти деньги направить на русский порядок. Слава России! Слава России! Хватит кормить Кавказ! Будущее принадлежит нам! Будущее принадлежит нам! Спасибо! Я бы, как нам не было. А сейчас мы сообщим новости из других городов России. Наша соратница! Я представлю ее! Она красивая и смелая! Ее зовут Алла Горбунова! Аплодируем Аллу! Поприветствуем ее! Друзья! Друзья! Дальше! 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 Еще дальше! Друзья, вот только что я получила информацию, где еще такие же русские люди, как и мы, вышли 4 ноября, чтобы показать, что это действительно День национального единства. День национального единства нас, русских. Где-то люди вышли на те мероприятия, которые запретили им проводить. Им запретили в эти дни выйти на улицы своих городов и сказать, что они русские. Но мы-то помним, что мы русские. Помним? Да! Помним? Отлично! Сейчас я расскажу вам, где наши братья и сестры вышли точно так же, не скрывая своих лиц и ничего не боясь сказать, что они русские. Архангельск, Биск, Волуйки, Волгоград, Вологда, Воронеж, несогласованная акция, Глаза, Фудмуртия, акция несогласованная, Екатеринбург, Зеленоград, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань. Там запретили проводить русский марш, но русские решили провести русскую пробежку. Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк. Запрещенное шествие! Новосибирск, Пермь, Подольск, Пятигорск, Омск, Ростов-на-Дону. Запрещенная акция, шествие! Рыбинск! В Рыбинск приехали люди из Ярославля, которым запретили проводить русский марш в Ярославле. Вот как в Ярославской области. В Ярославле нельзя сказать, что он русский. Но в Рыбинске можно. Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сыртывка, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск. Запрещенная акция. Торжок, Тула, Ульяновск. В Ульяновске наших соратников задержали, когда они наносили граффити «Россия для русских». Читаем. Ярославль. Как я уже говорила, в Ярославле люди поехали на русский марш в Рыбинск. Но не только в России сейчас проходят русские марши. Я думаю, что в следующем году они будут походить по всей Европе. А через несколько лет и по всему миру. Сейчас, сегодня в Украине, в Донецке, в Киеве, в Луганске, в Николаеве, в Одессе, в Севастополе, в Симферополе, в Харькове, в Херсоне и в Полтаве проходят русские марши. На Украине люди говорят, что они русские. Мы помним об этом? Да, Молдавия. В Молдавии люди вышли на улицы, чтобы сказать, что они хотят говорить по-русски. Что они хотят, чтобы русский язык был государственным. Они вышли на улицы Кишинева. В Эстонии. Молодец, 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 молод Теперь выступит русский бандриот, писатель, публицист, историк, обвиняемый в участии в покушении на Чебайса Иван Миронов! Ребята, я не вижу края наших лиц. Это ощущение бесконечного счастья, когда винить столько русских здесь, под этими лозунгами, под этими знаменами. Но вместе с нами еще тысячи тех, кто с нами душой, но не здесь. Те, кто сегодня несет свой крест, страдая за Родину под тюрьмом и зоном. Давайте поприветствуем их, чтобы эта весточка донеслась до каждого из них. Громче! Ребята, это для вас! Мы с ними, каждый, кто сегодня не боится говорить, не боится бороться и не боится голосовать, подлинно голосовать, сегодня ходит под статьей или уже отбывает свои лагеря. Но может ли сегодня работать Конституция и закон? И пример тому справедливые приговоры убийцам Юрия Волкова и Егора Свиридова. Но не благодаря силе закона. А мы должны сказать спасибо каждому, кто вышел на Манежную площадь. И кто сделал возможным, чтобы подонки получили свое. И мы добавим, чтобы их путь на зону был очень сладкий и приятный на протяжении этих лет. Так вот, сила Конституции, сила закона, она не в справедливости, к сожалению, не в справедливости, не в справедливости судей и прокурорах, она в силе русской площади. И когда мы научимся заполнять каждый уголок центра Тверской и Манежной, мы будем говорить, что мы осумели отстоять Конституцию. Нам говорят, голосуйте на выборах. Нам говорят, давайте выбирать между двумя грязными шконками в общей грязной камерой, с которой сделали нашу страну. Хрен не! У нас есть возможность подлинного воли и изъявления. Вот оно! Заполонить страну, у вас по улице. Выйти, собраться все вместе и сказать. Свое право на нашу жизнь, на наши мысли, на наш язык и на нашу семью. Давайте порушим им эту собачью свадьбу. Давайте будем вместе, едины. И чтоб мы смогли заполонить всю страну. Потому что мы русские и отсюда уходить не собираемся. Спасибо, Иван! А сейчас... Спокойно, ребят, спокойно. Мы любим Аллу. Алла, ты супер. А теперь... А теперь... А теперь выступит наш соратник из Европы. В Европе наши белые братья борются так же, как и мы. Наш гость из Братцы представляет организацию «Французское подрождение». Давайте поприветствуем его! Спасибо! Дорогие друзья, для меня большая радость и честь высказать вам приветствие от французских националистов. По всей Европе, молодежь, сталкивающаяся с одними и теми же проблемами, поднимает знаменам здравого смысла и чести. Я также пришел так же, чтобы предупредить вас. Русские должны реагировать быстро и незамедлительно, чтобы не оказаться в той ситуации, в которой оказалась Франция. У нас, сейчас, более четверти населения не европейцы. Церкви продаются и разрушаются, в то время как мечети приумножаются. Они умножаются. Наиболее вырожденческие идеи пропагандируются со стороны медиа. Власти лоббируют внешние политические интересы, а не интересы своего народа. Нашу нацию новый мировой порядок уже не рассматривает. Вы можете рассчитывать на уважение и поддержку от французских националистов в вашей борьбе. А теперь выступит человек, которого боится партия Единого России, которого боятся все жулики и вовы. Алексей Навальный. Он сегодня с нами на русском марше. Всем привет! С праздником! Слава России! Слава России! Забавный сегодня русский марш, но наступая после француза, а начать хочу я с Лондона. В Лондоне сейчас происходит судебный процесс, где два жулика, которые заработали деньги на то, что грабили нас и нашу страну, с ухмылками и улыбками рассказывают лондонскому судье, как они давали взятки здесь нашим чиновникам, как они грабили и воровали, как они хапали нефтяные компании и не платили налоги. Они говорят это там, потому что они боятся английского судью. Но они почему-то не боятся тех, кто собрались здесь. Им стоит бояться? Да! Им стоит бояться? Да! Давайте сделаем так, чтобы эти скоты, Березовский, который был организатором партии Единая Россия, Абрамович, который своим жуликом Путином является одним из лидеров Единой России, боялись граждан нашей страны, а не лондонского судью. Это наша страна! И мы должны уничтожить это жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень. Долой Единую Россию! Долой партию жуликов и воров! Долой! 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 Они существуют только потому, что мы, к сожалению, пока позволяем им существовать. Те, кто собрались здесь, хоть завтра могут выкнуть всю эту воровскую сволочь из Кремля и из правительства. И сейчас, как никогда, нам необходим очень простой лозунг единения. Один за всех! Один за всех! Один за всех! Один за всех! Слава России! С праздником! Слава России! Слава России! А теперь выступит человек, наш соратник, который двадцать лет борется за интересы русских. Его пытались забугать. Его судили по 282 статье. Но он с нами! И он является одним из лидеров русского народа! Александр Белов! Слава России! 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 Черно-желто-белый! Что это такое? Черно-желто-белый! 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 Где он должен быть? Русский флаг на Кремль! Сегодня люди, которые думают, что они правят вами, которые думают, что им все можно, что они самые богатые, что они могут не считаться своим собственным народом, они упиваются в роскоши, они оборзели от безнаказанности. Но мы русские добрые, мы долго терпим. Арабы вот не очень добрые. Посмотрите, что они сделали с Мубараком, посмотрите, как они поступили с Каддафи. Есть кому задуматься. Скажите, кто-нибудь из вас может стать сейчас депутатом? Нет! А ведь это так просто. Нам Конституция гарантирует, что мы можем участвовать в выборах. Мы не можем выдвигаться. Наши партии не регистрируют. Те партии, которые зарегистрированы, а сегодня здесь есть кандидаты от различных политических сил, от партии Справедливой России, от ЛДПР, от правого дела, я знаю, что и коммунисты здесь есть. Так вот, все эти партии, у них отнимают голоса, их кандидатов снимают с выборов, потому что власть захватили вампиры и кровопийцы. Как мы можем прореагировать? Может быть, мы можем взять автомат? Нет! Мы выступаем за мирные решения, за мирный исход дела в России. Поэтому сейчас я предлагаю вам подумать. Ровно месяц у нас остался до того, чтобы сказать этой партии, уходите. Смотрите, нам предлагают пройти на выборы и проголосовать за любую партию, кроме партии жуликов и воров. И это нормально. Это улучшит количество оппозиционных партий в Государственной Думе. Но все равно подсчет голосов ведется не нами. И есть другое предложение. Прийти и забрать бюллетени. Поставить там, написать, ну там, козлы и что-нибудь такое. Испорти бюллетень. Что это даст? Да ничего, все равно их проценты будут достаточно большие. И есть третий вариант. Вообще не ходить, что там делать с этими козлами, не нужно. Но! Все эти три варианта можно объединить. Они объединяются символично в цветах нашего флага. Черный. Послать выборы к черту. Золотой. За любую партию, кроме партии жуликов и воров. Воров. Белый. Возьми бюллетень и унеси с собой. Но как мы должны сказать этим людям, что они не власть? Что настоящая власть это мы. Русские люди в России. Прийти и выиграют. Прийти на выборы замечательно. Мы сказали, что выборов-то на самом деле нет. Давайте предложим такой вариант. Тот, кто считает себя честным человеком. Тот, кто не голосовал за эту власть. Тот, кто не голосовал за партию жуликов и воров. Пусть оденет черно-желто-белую ленточку. Пусть возьмет наклейку. Черно-желто-белый флаг наклеит на своем автомобиле. Но это не все. По закону. Во время выборов невозможно никакие массовые протестные акции. Выборы заканчиваются в 9 часов по Москве. Последний человек проголосует в 9 часов по Москве. Голосование будет в Калининграде. Там у них будет 8, в Москве уже будет 9. Так вот, 4 декабря в 9 часов мы будем ждать всех, кто не голосовал за партию жуликов и воров на площади революции в Москве. В 9 часов на площади революции в Москве. Мы должны сказать, хватит грабить Россию! Хватит грабить Россию! Вернем Россию русским! Вернем Россию русским! Вы настоящая сила! Господь Бог дал великую территорию. В сохранение для вас никто не имеет права посягать на права и интересы моего народа. Русские! Вот истинная власть в России! Спасибо вам! Слава России! Слава России! Черно-желто-белый русский флаг! Черно-желто-белый русский флаг! Черно-желто-белый русский флаг! Над Кремлем! 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 Русский флаг! Слава России! Слава России! Кто-нибудь сомневается в том, что Москва – русский город? Нет! Нет! Сейчас выступит человек, который точно знает, как сделать Москву только русским городом! Данил Константинов, Лига обороны Москвы! Сложно выступать после Александра Белова! Очень сложно! Но я попробую! Я готовил одно выступление, но сегодня утром произошло событие, которое заставило изменить меня свои планы! И теперь я буду говорить о другом! Да! Сегодня день национального единения и солидарности русских! День нашей национальной мобилизации! Но у нас короткая память! Потому что всего несколько дней назад в Москве осудили наших парней по самому громкому делу, по нашему манежному делу! Осудили их за то, что они посмели выйти на улицы наших городов и требовать соблюдения закона! Неужели мы забыли об этом? И я не забыл! Я не забыл! Потому что они пожертвовали своей свободой ради того, чтобы вынесено было правосудное решение! Ради того, чтобы были наказаны убийцы! Ради того, чтобы мы все, все с вами знали, что мы имеем право собираться в Москве и отстаивать свои права и интересы! А сегодня утром полицаи арестовали нашего соратника Константина Крылова, главного редактора агентства политических новостей и одного из лидеров русского общественного движения! А еще чуть раньше было заведено новое дело на Дмитрия Демушкина! И все это не случайно! Это первые шаги приближающейся диктатуры! Диктатуры, которая сомнет нас всех! Если мы раньше не победим ее! А если кто-то думает, что эта диктатура национальная, он ошибается! Это антинациональная и антидемократическая диктатура, основанная на постоянном угнетении русского народа, на огромных потоках нелегальной иммиграции, на преференциях и поддержке кавказских и среднеазиатских этнократий! Не случайно Владимир Путин выдвинул свой проект Евразийского союза! Евразийский союз – это орда нового времени! Это тот прообраз диктатуры, который сомнет нас! И сегодня мы здесь, вопреки всему тому, чего о нас говорят, должны вместе заявить «Нет диктатуре! Нет диктатуре! Нет диктатуре! Потому что это диктатура жуликов и воров! Давай жуликов и воров! Жуликов и воров на нары! В преддверии русского марша многие спрашивали меня, зачем нам идти на русский марш? Чего мы добьемся? Что мы получим? Отвечаю здесь и сейчас. Русский марш – это не праздничное ритуальное действие! Русский марш – это манифестация наших требований! Это акт политической воли всей нации! И вся наша нация должна сплотиться и открыто заявить, что мы больше не потерпим грабежа русских регионов! Мы больше не хотим платить дань Новой Орде! Мы не хотим партии жуликов и воров! Мы не хотим антинациональной диктатуры! Давай диктатуру! Давай диктатуру! Давай диктатуру! Возможно, на днях нас всех арестуют, Белова, Навального, меня за наши требования, за наши лозунги, но вы не должны сдаваться. Даже сидя в тюрьме, мы сможем бороться с жуликами и ворами! Даже сидя в тюрьме, мы сможем отстаивать интересы русской нации! Потому что мы давно и всем заявили о том, что один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Новая Орда будет сломлена, диктатура падет и мы установим свою национальную власть! Мы возьмем власть в этой стране и создадим настоящее национальное демократическое государство! И каждый русский в мире будет чувствовать себя здесь дома! Он будет знать, что у него есть его дом, его собственное государство! Спасибо! Я закончил! А сейчас выступит лидер старейшей национальной организации России, общество память, Георгий Боровиков! Здравствуйте, братья! С праздником, братья и сестры! Это сегодня действительно наш праздник, но и наш день задуматься, задуматься о том, что будет дальше и что мы хотим предъявить и предложить нашему завтра. Мы должны думать о нашем завтра, о том, что будет в нашем будущем. Мы отлично знаем, что требовать, требовать у власти, просить и требовать бессмысленно. Она не прислушается никогда к нашему голосу. Мы знаем, что хватит, хватит просить и умолять, хватит унижаться. Пора, пора брать власть в свои руки, ибо настоящая власть начинается здесь, на улице. Настоящая власть – это власть народа, власть русского народа. Пора объединяться в свои консорции, в свои структуры для местного самоуправления. Пора готовить свои милитарные отряды, свои военизированные формирования, для того, чтобы на наших русских улицах был наш русский порядок. Россия – русский порядок. Русскому народу – русскую власть. Русскому народу – русская власть. Будущее принадлежит нам. А сейчас, сейчас мы заканчиваем митинг. После него начнется концерт. И в совершении организатор русского марша, глава высшего национального совета движения «Русские» Дмитрий Демушкин, сочетает резолюцию русского марша. Поприветствуем, Дмитрий. Поприветствуем, Дмитрий. Я когда шел вместе с вами, у меня было столько эмоций, что не осталось уже голосовых связок и возможностей. Настолько меня впечатлило и дало мне сил наше единство с вами. Перед тем, как я засчитаю текст общий, который мы приняло 40 организаций на сегодняшний день, я хочу спросить у вас одну вещь. Как вы считаете, есть ли у нас государство, образующая нация? Да! Не слышу! Да! Какая это нация? Русские! Не слышу! Русские! Вот именно за это сегодня возбудили на меня уголовное дело. Но здесь сейчас нас тысячи, и наш голос они не смогут замолчать. Поприветствуем! Поприветствуем! Мы, русские люди, основываемся на очевидных фактах. Наша страна – это историческая колыбель нашей нации, данная нам с вами Богом, обустроенная трудами наших дедов, отцов и сотен поколений прадедов, оплаченная и завещанная в веках нам и нашим потомкам. Русские люди являются государство, образующей нацией, единственным источником легитимной власти в России. Россия – государство, призванное обеспечить и права и свободы, национальные интересы нашей с вами нации. Мы имеем с вами полное возможности и право обеспечить права и свободы, национальные интересы нашей с вами нации. Для воплощения этих прав и свобод нам, русским людям, необходимо признание и осуществление следующих неотъемлемых прав. Мы имеем право на свободу, на воссоединение, на политическое представительство и, самое главное, на национальное государство. Более 80% населения нашей страны – это русские люди. Это дает нам право утверждать, что Россия должна стать национальным государством. Нынешняя власть не способна адекватно выполнять функции защиты и сбережения нашей нации. Только национальное государство способно выполнить эти задачи – сохранение и приумножение нашей с вами нации. Сегодня русский марш 2011, седьмой по счету. Это национально-волевой акт. И этим актом, придя сюда, на окраину Москвы, наш голос будет услышан лучше, чем если бы мы были у самых кремлевских стен. Они сейчас сидят и слушают нас здесь. И не сомневайтесь, они боятся нас куда больше, чем мы их. Наша победа близка. И они это понимают. Ни одна политическая сила на сегодняшний день не может вывести людей на улицу. Они будут занижать нашу численность. Они объявят, что нас здесь было тысяча, может быть, пять тысяч, семь тысяч. Но мы с вами знаем, что сегодня нас было более двадцати тысяч. В наших с вами силах сейчас сказать нашей власти на всю Люблинскую площадь. Уходи! Власть, уходи! Власть, уходи! Слава России! Слава России! Слава России! Да здравствует национальное единство! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России!